Если вы считаете, что у него неправильная ориентация, что вы здесь делаете? Ответьте на вопрос. Не хотите ответить на вопрос, что вы делаете вот в этом чате, если вы плохого мнения о Сергею Кузнецове? Я считаю, вам здесь нечего делать. Извините, конечно. Вы внимательно посмотрите на Соседова, посмотрите на Моисеева и посмотрите на Сергея Кузнецова. А потом обвиняйте кого-то в неправильной ориентации. Кошмар. А ничего, что у Сергея Кузнецова есть сын в Ташкенте. Ничего, что у него была первая жена, вторая жена. Это как, ни о чем не говорит? Нет? На своем знакомстве, девочки, извините, я не рассказываю. Я не только Сергея знала лично, я и Юру знала лично. Но это моя история. Я ни одной фотографии за все эти почти пять месяцев не выложила. Ни одной. И не сделаю этого никогда. Потому что это моя история. Я о ней не рассказываю. Я о ней практически не говорю, просто здесь меня немножко задело, да, скажем так. Только поэтому я об этом сказала. А так я не считаю нужным. Нормальный человек никогда не выставит это на показ и никогда не будет этим хвастаться. Это у каждого личная история. И вот эти вот все фотографии, которые выставлены, где Юра с поклонницами, это все хэйп. Хайп или как он там называется. Я не считаю нужным это правильно. Вот поэтому этого я не делаю. Так что прошу прощения. Я лично знала Сергея Кузнецова, Майкла Джексона и Элтона Джона. Мы были близки, мы были как родные. Хочу сказать, что я точно знаю, они были нормальными мужиками. У меня есть фотографии с ними, но я их никогда не покажу, потому что это моя личная история. Повторяю, это моя личная история и не нужно к нам лезть, ворошить прошлое и перетряхивать грязное белье. Я вам говорю, что они были нормальными. У них есть дети, как и у Филиппа Киркорова с Сергеем Лазаревым. А в Государственной Думе вообще нет геев. Я точно это знаю, потому что геи ходят в перьях и боа, а я никого в Государственной Думе не видела в перьях и боа. Там все в костюмах и галстуках. Значит, нормальные мужики не могут быть у геев галстуков, так что не врите про Элтона Джона, говорю вам он нормальный. Мужики не могут быть у геев галстуков, так что не врите про Элтона Джона, говорю вам он нормальный. Но я вам ничего не покажу, потому что это наша личная история с Сергеем Кузнецовым, Элтоном Джоном и Юрой Шатуновым. Я тоже нормальная. Я тоже нормальная. Извините меня, я очень волнуюсь, потому что давно не давала интервью с тех пор, как Майкл перекрасил цвет своей кожи и стал нормальным. Я просто ненавижусь, что ты не пугаешься, и не дарь, а дарь, а дарь, а дарь, и очень тактиле, и постоянно hugг их с другой. Вы не знаете ничего не про строго мужчин, это все не проще. Вы просто нам звездам завидуете и не смейте лить грязь, все мужчины очень тактильны и постоянно обнимаются между собой с голым торсом, вы все ничего не знаете о крепкой мужской дружбе. Зайдите в любой мужской коллектив к шахтерам, столеварам да просто к шоферам в гаражи и вы всегда увидите как мужчины собравшись в группы или пары постоянно раздеты и обнимаются, это просто крепкая мужская дружба и ничего в этом нет подозрительного. Говорю вам я Тамара из Оренбурга и мне можно верить. Говорю вам я Тамара из Оренбурга и мне можно верить. Какие вам еще нужны доказательства, когда есть мое слово-слово девушки, знавшие лично Майкла Джона Элтона, Джексона, Сергея Шатунова и Юрия Кузнецова?